Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова Тема программы сегодня – профилактика онкологических заболеваний полости рта Передо мной заведующие хирургическими отделениями Кировской областной стоматологической поликлиники Евгения Кончарова и Сергей Коршунов Здравствуйте, уважаемые гости Здравствуйте Здравствуйте Вы проводили публичную лекцию «Профилактика стоматологических заболеваний» Расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие, к чему оно было приурочено И в чем вызвана необходимость проведения данных лекций Ну, данное мероприятие было приурочено к, сейчас идет месячник Профилактики стоматологических заболеваний Онкологических Ну, онкологических В частности Ну, здесь мы в этой лекции касались как профилактики стоматологических заболеваний Блок один такой был. И отдельно именно онкологических заболеваний полости рта. К этому мероприятию была приурочена данная лекция. Если говорить про необходимость её проведения, если представить себе структуру злокачественных образований челюстной лицевой области, то можно заметить одну такую особенность. То есть, допустим, злокачественного образования губ, одну десятую составляют в её структуре, это злокачественное образование четвёртой стадии. А, допустим, половина первой стадии. Ну, первая стадия, она более лёгкая, четвёртая более тяжёлая. Если смотреть структуру заболевания злокачественные, уже языка, там дна полости рта, слюных желёз, там диаметрально противоположное идёт показание. То есть, где-то одну, ну, может быть, чуть побольше одной десятой – это первая степень, а почти половина – это уже четвёртая степень рака. Если уже смотреть рот, нос, глотку, то есть, дальше уже лорорганы, то там уже более половины – это четвёртая стадия злокачественных образований. То есть, поздно выявляется? Вот почему поздно выявляется? Потому что не видно. То есть, губа, её видно. Поэтому и сам пациент обращает на это внимание и обращается к специалисту, соответственно. И плюс окружающие, в том числе и врачи тоже вовремя могут это заметить. Поэтому вот эта вот просветительская работа, назовём это так, она ведётся вдруг в двух направлениях. Первое направление – это работа с врачами, то есть, не только с врачами, которые являются стоматологами, но и с теми врачами, которые так или иначе полости рта касаются. А это? То есть, это лор-врачи, ну, педиатры, участковые терапевты, то есть, они полости рта смотрят. Поэтому понятно, что они тоже должны это видеть и уметь это видеть и определять. Работа с врачами ведётся, ну, вот тут, где Николаевна как раз принимал участие, фильм есть, создан. Он разослан во все районы Кировской области. Именно по обследованию полости рта на предмет злокачественных новообразований. Ну, и что за фильм, кто его создавал? Ну, создавался на базе нашей поликлиники. Участвовали наши доктора, я в том числе, руководитель группы, доктор-ортопед, два доктора-ортопеда, потому что ношение ортопедических конструкций – один из неблаговырядных факторов возникновения. О факторах мы чуть позже обсудим. И создалась вот эта напряжённость не в своевременности выявления предраков или тем более уже новообразований в челюстной цивой области, в полости рта, когда она из самых визуальных опухолей, чем, например, рак какой-то брюшной полости, рак желудка, рак, вот как здесь сказал Сергей Николаевич, рак губы, языка – это визуально видно. Поэтому мы решили создать фильм о основах осмотра, что мы смотрим, как мы смотрим, какие мы зоны должны посмотреть, что там увидеть в норме, что мы должны увидеть в патологии, как пропальпировать лимфатические узлы, какие группы. То есть полностью на полноценный осмотр. Этот фильм не только для стоматологов, но и для именно фельдшеров, участковых терапевтов, этих фапов, которые созданы, чтобы они могли на месте полноценно осмотреть пациента. То есть только для специалистов. Да, да, потому что стоматологи, ну, стоматологи, скажем, про это, они с этим… Каждый день. Да, каждый день. Это именно для врачей, то есть это вот такое вот одно направление. А второе направление, оно направлено именно на пациентов. То есть речь идёт о самообследовании, но не идёт речь о том, что пациент должен сам себя обследовать. В принципе, вот… Да, в принципе, это должен всё-таки. Он должен… Ну, нет, всё правильно, он должен себя обследовать. Он должен, ну, больше для того, чтобы он обратил внимание на те проблемы, о которых, допустим, мы будем говорить. Причём вовремя обратил внимание. Да, 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 причём вовремя. На ранних статях. Потому что, вот, говорю, на лице, когда видно, пациент сразу обращается. Плюс ему люди скажут, допустим, посмотри-ка, что там у тебя. Хотя бывает и по-другому. Ну, а вот когда в полости рта, он может мазать, полоскать, прижигать, заговаривать. То есть всё, что угодно. И вот поэтому вот по статистике вот так, что вот то, что вот в полости рта, рота, глотка, носоглотка, четвёртая стадия, почти половина. А как это было раньше, поясните, пожалуйста. Вот сейчас, я так понимаю, что создаётся некая напряжённая ситуация, я от многих это слышу, что всё больше работ проводится, просветительских каких-то лекций, фильм записываются по онкологическим заболеваниям. Это связано как-то с ростом выявляемости? С ростом уже в основке диагноза как такового злокачественного образования ротовой полости или челюстной лицевой области. То есть уже загруженность онкодиспансера, когда пациенты приходят уже, вот как сказал Сергей Николаевич, не первая-вторая стадия, а третья-четвёртая, когда лечение во многих процентах уже безуспешно и ведёт к какой-то инвалидизации. Потому что вот, то есть создаётся, да, напряжённость ввиду часто выявляемости уже с запущенной формой. Когда уже обращается специализированное учреждение именно уже с постановкой диагноза. Не на каком-то этапе предрака, не на первой стадии, а вот именно уже третьей-четвёртой. Поэтому мы создаём фильм, создана тоже с нашим участием памятка для пациентов. На что обратить внимание, какие факторы неблагоприятные, какая профилактика. То есть мы пытаемся максимально, не только специалистов, Сергей Николаевич говорит, что специалистов неоднократно мы проводим практически 3-4 раза в год с нашими специалистами, с врачами, с стоматологами. Ещё раз обновляем эти знания, проговариваем, на что мы должны обратить внимание. На что должен сам пациент обращать внимание. При обращении не просто для осмотра на онкопатологию, а для осмотра по поводу лечения зубов, удаления зубов. Что доктор должен ещё полноценно осмотреть пациента. Но и опять же ещё введём обучение общепрофильных специалистов. То есть вот этот момент акцента. Эту всю работу вы проделываете в каком ареале? То есть это Киров или область тоже так или иначе задействована в этом? Ну, мы, конечно, стараемся на базе нашей поликлиники, потому что мы работаем в нашей Кировской клинической стоматологической поликлинике. Но я говорю, что вот этот фильм, который мы создали, безвозмездно разослали по всем районам, чтобы они обучались. На свободном доступе его нет? На YouTube-каналах? Нет, он в доступе, в интернете. То есть, пожалуйста. То есть он есть. А давайте расскажем, как он называется и как его можно найти в сети. Я могу потом посмотреть ссылку на компьютере. Да, мы тогда ссылку приложим к записи этой программы. Так что, у меня слушатели, вы сможете тоже обратиться и посмотреть. Там называется «Обследование челюстно-лицевой области на предмет выявления онкопатологии». То есть вот так, в принципе, называется. То есть он в доступе. То есть мы его создали и, пожалуйста, выложили только для того, чтобы врачи посмотрели, посмотрели пациенты, для того, чтобы во благо снизить вот эту всё-таки, правда, растущую... Чем больше людей об этом знают, тем нам лучше. А в связи с этим вопрос. Да, вернёмся к лекции, которую вы проводили. На вашем сайте я прочитала о том, что слушателями этой лекции было 25 человек. Что это за люди? И 25 – это много или мало? Потому что у меня такое субъективное ощущение, что это крайне мало. Это крайне мало. Да, всё правильно. А это частные слушатели, то есть это вот пациенты? Это пациенты. То есть до проведения этой лекции была информация в газете про город, плюс информация была в самой поликлинике у нас по поводу 24А и, по-моему, на Карла Лидии. Карла Лидии, где все могли развесить, чтобы пациенты пришли. Это были пациенты, которые пришли на приём, которых эта тема заинтересовала. Но это мало. Поэтому мы подготовили специально раздаточный материал, чтобы был на руках у пациентов. Потом мы вам тоже оставим. Обязательно ставите. Для того, чтобы они передали это другим. Но это мало, конечно. А с чем вы связываете такое малое количество? Потому что я так понимаю, что вы использовали ресурсы, которые очень массовые, имеют очень большой охват. Неужели так мало людей беспокоятся действительно о своём здоровье, здоровье своих близких? Или им просто лень? Я не понимаю, в чём дело? Или они считают, что они всё знают? Я думаю, что здесь сам, может быть, я не буду говорить, что менталитет, не менталитет. Когда, конечно, что-то беспокоит, болит, страх за своё здоровье возникает, они уже обращаются, но уже обращаются, уже правда, с диагнозами. Здесь была просветительская лекция. И, конечно же, ну вот какой-то, может быть, несознательность. Потому что даже в сентябре у нас тоже на базе нашей поликлиники проводилась и на Попова 24А, и на Карла Либнихта скрининг тоже пациентов. То есть это просто обследование на онкопатологию. Пациент мог обратиться, были выделены врачи бесплатно, врачи на осмотр, на лекцию, беседу. Тоже, опять же, был подготовлен материал, памятки. И аппараты для того, чтобы не только осмотреть, но у нас ещё есть в нашей поликлинике аутофлюоресцентный аппарат, когда вот это свечение, мы можем заподосить какие-то участки неблагоприятные со стороны вот этой онкопатологии. И опять же, учитывая, что это был целый день, и в две поликлиники к нам обратились 66 человек. То есть это тоже какое-то крайне малое количество. Но мы не отчаиваемся, я думаю, что в этом году мы ещё раз это обязательно сделаем, потому что работать и работать в этом направлении, мы можем сказать, только с самого начала. То есть эти фильмы раздаточные, то есть нам нужно работать, конечно, с населением, с пациентами, чтобы они как-то о себе заботились. Что на самом деле рак – это опасно, и он может постигать к Богу. Он, естественно, он с нами. Он с нами, он с нашими близкими, родными. Я думаю, что у каждого есть знакомый, если даже не родственник, который в какой-то степени был или является пациентом онкодиспансера. Ну, напугали. Давайте теперь непосредственно к профилактике перейдём, к самообследованию. Сергей Николаевич, Вы, наверное, расскажете нам, что именно делать, как диагностировать, как по себе можно проверить, есть какие-то опасности или нет. Ну, вот когда шла подготовка к этой лекции, я для себя понял, что, в принципе, вот те проблемы, о которых идёт речь, это не то, что признаки какой-то онкопатологии, это признаки, при которых пациент просто должен обратиться к сноматологу. Что это за признаки? Признаки? Ну, во-первых, это появление в полости рта различных… Ну, так как у нас полость рта такая средовлажная, то есть обычно новообразование там проявляется в виде различных язв. Вот. И плюс какой-то дополнительный, назовём это, тканей. То есть если в полости рта появляется какая-то язва, кровоточащее, болезненное, незаживающее длительное время, ну, от двух до четырёх недель, это повод обратиться не то, что за подозритель рака, а обратиться к сноматологу как таковому. Вот. Также новообразование злокачественное, то есть признаки злокачественности – это кровоточивость, иногда болезненность, то есть кровотечение в полости рта с определённых локализаций появляется, это повод обратиться. Ну, также новообразование, признаки злокачественности – это ороговение в полости рта. Что это? Орговение, ну, назовём это так, эпителий полости рта, он не рогевевающий. То есть у нас, допустим... Ну, вроде бы, да, влажная среда. Ну, не то, что влажная среда. Ну, роговение – это у нас признак свойственной кожи, допустим. Стопы, подушечки пальцев орогевают для того, чтобы... Ковочки. Да, защита, защита. Орговение в полости рта – это тоже своеобразная защита, в норме быть не должно. А обычно роговение, оно появляется при контакте с какими-то химическими веществами или физическими. Ну, вот курение, допустим. У курильщиков такое заболевание с лейкоплакея, когда орогевевает эпителий полости рта. Он пытается защититься от какого-то вредного фактора, и появляется такой роговой слой на нём. И в тех местах, где что-то натирает, травмирует постоянно, хроническая травма полости рта – это тоже признак озлокачествления. Организм какого-то время пытается оградиться от этого путём образования, назовём это там, какого-то рогового слоя в полости рта. А потом, в один прекрасный момент, клетки перерождаются, и это всё переходит в какой-то злокачественный рост чего-либо. Ну, есть ещё такие признаки онкологии. Это общее, но это обычно связано с симптомами общей интоксикации. Слабость, недомогание, какой-то суфибрилитет может появляться. Поясните это слово, пожалуйста. А, ну, повышение температуры тела. Так, ещё можно добавить. Я думаю, что это, если вы, конечно, общий фактор сказать, что усугубление – это, конечно, уже третья, четвёртая стадия, когда мы… Да, да. Пациент должен заподозрить, как сказал Сергей Николаевич, это язва, трещина, это может быть даже уплотнение. Это не обязательно вот именно какое-то минус, уплотнение, какое-то пятно белого-красного цвета, которое не проходит. Вот самый год момент, что вот три часа… Сколько не проходит? Ну, мы всё-таки две-три недели, ну, четыре максимума. Не проходит, не заживает, даже при назначенном, например, консервативном лечении. Да, вводился к стоматологу, да, какая-то есть язвочка, назначено лечение. У нас один тоже из методов, то есть мы не сразу говорим, что, ой, какая-то язвочка, всё, здесь какой-то ставим диагноз. Надо сначала проверить. Да. Мы, конечно же, назначаем консервативное лечение, и если вот и динамическое наблюдение в течение двух недель при назначенном лечении положительной динамики нет, то, конечно же, у нас уже вступают немножко другие методы исследования. То есть пациента, как пациента для самообследования, должно насторожить вот эти вот незаживающие раны, авты, трещины или, наоборот, уплотнения какие-то вот. Поясните, пожалуйста, эти две недели консервативного лечения, которое вы назначаете, это, я так понимаю, не критическое время для развития болезни? Я говорю, что при наличии только, например, одной язвы, несовокупность каких-то клинических проявлений, когда увеличение лимфатических узлов регионарных, когда появляется какое-то чувство повышенной чувствительности или, наоборот, онемения какого-то участка, появление, возможно, подвижности зубов раненелечённых, при этом какие-то постоянно ноющие боли. То есть если какая-то есть совокупность факторов, то мы, конечно, не ждём 2-3 недели. Я говорю, что если появляется какой-то один из признаков, например, вот эта язва, пациент говорит, вот она у меня появилась, вот она только что появилась, которые более, так сказать, сознательные пациенты, стали заниматься самолечением, обратились к стоматологу, мы пациента, естественно, опрашиваем, анамность, когда это всё появилось, если уже пациент делает акцент, что она у меня уже полугода в таком состоянии, то, опять же, мы здесь не ждём 2-3 недели. Ищем причину, что есть, может быть, эта причина, это язва, какая-то травма в полости рта, там нависающая пломба, коронка, какая-то ортопедическая конструкция, то есть исключаем этот компонент, который может приводить к этому… Да, разрушенные зубы, корни зубов, вот такие острые края. Это консервативное лечение, то есть на фоне ликвидирования причины и консервативного лечения должна быть положительная динамика, если её нет. Так, теперь поясните, пожалуйста, мне следующее. Насколько я понимаю, запись, например, к вам очень плотная в поликлинику, она может за пределы двух недель выходить. Можно ли как-то есть какой-то, когда нет неотложной помощи, чтобы обратиться как можно быстрее, как это можно сделать? Ну, на базе нашей поликлиники, по нашему приёму, по графику приёма, у нас всегда работает дежурный стоматолог-терапевт и дежурный стоматолог-хирург. То есть невзирая на какую-то запись, плановую запись, если пациента что-то беспокоит, какой-то болевой синдром или вот какая-то вот что-то его беспокоит, то есть в любом случае в день обращения его доктор-специалист осмотрит. В день обращения. По поводу 24А идентичная ситуация, но там дежурный стоматолог-терапевт, он осматривает в первую очередь неотложных пациентов, если требуется неотложное лечение у хирурга, то есть в течение вот этих вот двух часов, то есть направляться к стоматологу-хирургу, то есть в принципе это всё. Это можно разузнать по телефону в регистратуре или нужно непосредственно лично уже прийти? Как эффективнее это сделать? И личное обращение, и обращение по телефону. То есть можно посмотреть и скажут, когда, в какую часть можно поехать? Да, всё это в доступе. Мы стараемся максимально приблизиться к пациенту, и чтобы у нас не было каких-то очередей, ожиданий. Понятно, что мы загружены, но мы стараемся. То есть мы идём, понимаем пациентов, что они хотят получить медицинскую помощь намного быстрее, и в большинстве случаев и пациенты понимают нас, когда мы просим, например, в какой-то момент подождать, что мы в любом случае окажем медицинскую помощь, но вот момент времени, он бывает, конечно же. Спасибо большое за пояснение. На самом деле, я считаю, что это очень важный момент. Было хорошо, что мы пояснили. Давайте вернёмся к факторам. Что может способствовать развитию заболевания? Про курение мы сказали, мы говорим это, мне кажется, уже в каждой программе. Ну, хоть и говорим неоднократно, но это для рака полости рта, вот эти вредные привычки, а именно вот курение, ну, для жителей стран Азии, которые у нас тоже есть, это все жевания каких-то табаков, нас или так далее, вот этих каких-то вредных веществ, в совокупе с чрезмерным приёмом алкоголя, вот это прямо такая достаточно одна из ведущих. А почему именно в совокупности с алкоголем? Потому что это агрессивная жидкость, как Сергей Николаевич сказал, что вот это как бы агрессивная химическая жидкость. И понятно, что слизистая полость рта при чрезмерном её употреблении и в совокупе с курением... И защиту свою теряется. Да, да, то есть он сначала сопротивляется, сопротивляется, а потом уже всё. Длительное пребывание на утрофиолете, это вот наши всякие загорания. Солярии. Солярии, да, незащищённые вот эти участки кожи. Наличие... Подождите, что интересно, в соляриях, насколько я знаю, защищаются глаза, но вот губы, в частности, не защищаются там никаким образом. Там предлагают использовать, да, каким-то социозащитным клеммом, но губы, конечно же, не защищаются. Там предлагают, но не настойчиво предлагают. Нет, не настойчиво, как бы это не входит в обязательное. Да, и то есть те люди, которые пользуются данными услугами, они могут просто быть не в курсе того, что может какая-то опасность быть с этим связана. Ну, поэтому мы вот сейчас их... Создали памятку. Мы создали, у нас, правда, существует памятка, там как раз вот перечислены вот эти все факторы. Я практически, может, сейчас из памятки могу зачитать, что это достаточно доступным языком написано, что... Давайте про факторы закончим и перейдём к памятке тогда. Ну, вот я фактор из памятки как раз вот то, что курение, злоупотребление алкоголем, постоянная механическая травма, ортопические конструкции, разрушенными зубами, острыми краями пломб, какими-то ортопическими конструкциями. То есть любое повреждение. Да, постоянное механическое повреждение слизистой. Постоянное. Хроническое, можно так назвать. То есть постоянно что-то, не обязательно это постоянно чем-то его колют или режут, а именно трёт, натирает, давит. Вот такие вот моменты. Да, это тоже один из факторов. Ультрафиолет, воздействие химических веществ, это мы говорим сейчас о вредных условиях труда, кто постоянно работает с какими-то химическими веществами, кто играет на духовых инструментах постоянно. Постоянно зубочистки, да. Зубной нитью, наверное, тоже, да? Зубной нитью, это все-таки давайте. Смотря что и делать этой зубной нитью, но так, как её применяют обычно, этого не будет. Да, согласен. Да. Так, вирус папиллома человека. Так, здесь давайте поподробнее. Ну, специалистами доказано, что вирус папиллома человека тоже ведёт к малинизации, закачислению. Сама папиллома, она доброкачественная в новообразовании, но она, возможно, в большом проценте случаев… Она может прикрывать, да? Это одно из заболеваний, которое может… Как бы фоновым заболеванием злокачественным. Это новообразование, которое вызывается вирусом. То есть доказано, что в возникновении этого заболевания участвует вирус, вирус папиллома человека. Он может быть не только в челюстной лицевой области, но и других локализаций. Ну, и вирусы, вообще группа вирусов – это одни из тех агентов, которые могут вызывать любые новообразования, в принципе, как таковые. Идём дальше. Ну, я ещё должна сказать, что мужчины злокачественные в новообразовании полости рта в 6-8 раз чаще болеют, чем женщины. Ну, в силу перечисленных неблагоприятных факторов. От курения, алкоголь, какие-то вредные условия труда. Витамина, то есть чаще всего неправильное питание, недостаток витамина А тоже ведёт, потому что как раз здесь нарушение функции агентрирования как раз. Как раз в этом участвует. Опять же, должна ещё, извиняюсь, уточнить, что если не воздействует даже ни один из перечисленных выше фабриков, неблагоприятных, это не означает, что мы не заболеем. У нас не будет никакого злокачественного образования. То есть точной причины возникновения пока нет. Мы только можем перечислить совокупность факторов, что может быть в большой процесс случаев привести к злокачественному образованию полости рта. Да, перейдём к памятке. Рассказывайте, что у вас там ещё есть интересного. Ну, как раз мы в памятке указали факторы, указали про те самые язвочки, уплотнения, пятна, что должно насторожить. Какие-то наличия симптомов, что пациент должно насторожить, и он должен обратиться к специалисту. И там указана профилактика, профилактика новообразований. То есть такие вот блоки, что для пациента было доступно. Об этапах развития мы ещё успеем сказать. Осталось у нас буквально 5 минут. Давайте перейдём к этому вопросу тогда. С чего начинается, да, вы говорили про период предрака, возможно ли его диагностировать самостоятельно? Предрака – это, конечно, фоновое заболевание, на котором развивается злокачественное образование. Оно бывает обликантным, факультативным, то есть обязательным или необязательным, в зависимости от процента вероятности. Но опять же, насчёт диагностики, как раз мы акцентируем внимание на наличие какого-то язвочки, пятна. То есть вот это, возможно, как раз этап предрака. То есть пациент, вот говорю, что он должен у себя, если на красной каме губ, полости рта, на языке, на боковой поверхности языка, заглянул, увидел, что не есть норма, когда всё бледно-розового цвета, блестящего, а тут на этом фоне какое-то пятно, непонятное пациенту. То есть он на этом этапе должен прийти. Причём это пятно может не вызывать никаких болевых ощущений. И это самый такой момент, что на первой-второй стадии рак полости рта, он бессимптомный. Он, да, есть какой-то дискомфорт, есть какие-то элементы, которые пациент принимает за норму или, возможно, лечит, сопоставляет это с каким-нибудь инфекционным заболеванием, начинает самолечением заниматься. У него не болит, его ничего не беспокоит. И на этом, конечно, этапе мы пропускаем. Это первая-вторая стадия. Пациент с развитием процесса может обратить внимание, когда уже яркость симптомов, это появляются боли, боли при глотании, при жевании, при разговоре, которые распространяются и радиируют в висок, в ухо, в голову. Обращать внимание, что у него болит. Может быть увеличение, ну, не может быть, а будет увеличение региональных лифатических узлов, чаще всего под нижечелюстных наших лифатических узлов. То есть на это пациент уже обращает внимание, и как раз вот на этой стадии он к нам и обращается. То есть вот это уже развитие, уже вторая, приходящая в третью и даже уже в четвёртую стадию. Ещё не сказала про неприятный запах изо рта, такой гнилостный, когда уже распад опухоли, присоединяется вторичная инфекция, какое-то воспаление слизистой. То есть вот пациент... А запах изо рта тоже это вторая, переходящая в третью? Я сказала бы гнилостный запах изо рта, который вот... Это уже третья и четвёртая, когда всё-таки распад. Распад опухоли. И когда мы уже здесь... Да, расскажите теперь, пожалуйста, на каком из этапов, вот мы об этом начали говорить за эфиром, возможна обратимость последствий? Ну вот когда... Наверное, больше, когда нет метастазов, назовём это так. То есть иногда бывает, что какие-то новообразования удаляются амбулаторным путём, да, в условиях стоматологической поликлиники. То есть при удалении новообразования мы посылаем его на гистологическое исследование. И иногда, конечно, бывают случаи, когда приходят, ну не то, что там рак или ещё что-то, а какие-то признаки злокачественности. И рекомендуется консультация онколога. То есть в этом случае пациент вызывается, отправляется к онкологу, его осматривают, и всё хорошо. То есть в принципе можно сказать, что мы остановили развитие злокачественного образования. То есть главное обратиться вовремя, назовём это так. Дальнейшие этапы. То есть это вы говорите как раз о том, что сейчас мы назвали предраком. Нет, предрак – это абсолютно другая. Рак бывает и без предрака, как Евгения Николаевна сказала. Просто есть группа заболеваний, то есть мы не будем вдаваться в клинику, в этиологию патогенез, которую называют предраковыми заболеваниями. Они есть там обликатные, есть факультативные. Обликатные – это которые в любом случае переходят в рак. Факультативные – это те, которые могут переродиться, могут не переродиться. То есть тут очень много заболеваний. Это, я не знаю, в институте на сколько лет учиться, чтобы про это всё рассказать. То есть есть признаки, не то, что признаки злокачественности, а есть, допустим, тенденция к озлокачествлению какого-либо новообразования. Допустим, гиперкератоз, появление какой-то язвы. И при удалении её приходит гистологическое обследование, и, допустим, вот эти признаки видны на нём. Идут рекомендации обследования пациента в онкодиспансере. Он идет в онкодиспансере, его смотрят, что всё у него хорошо. То есть можно сказать, что вот на этом этапе мы новообразование остановили. Ну и плюс диспансерное наблюдение пациента. То есть вот здесь определённая группа заболеваний, с которыми мы наблюдаем пациентов. То есть вот там фибромы, папилломы – это через три месяца пациент вызывается, осматривается. Потом осматривается через год. Через год, если нету появления новообразования в полости рта, а то он снимается с диспансерного учёта. То есть вот такая работа ведётся. Вот я на уровне поликлинической, амбулаторной стоматологии вот это вот имею в виду. Да, ну и, конечно же, при каждом смотре, при каждом пациенте стоматолога, мы и теперь уже и терапевты, благодаря вашему видео, мы можем быть уверены в том, что специалист смотрит, и в случае чего даст нам знать, и, соответственно, расскажет обо всех возможных случаях, которые могут случиться у пациента. Главное направить вовремя, если, допустим, это непрофильное заболевание. К тому же сейчас есть все возможности для этого. То есть в онкодиспансер существует электронная запись, то есть любые учреждения, и областные, по-моему, в том числе, у них есть электронная регистратура, то есть к ним пришёл пациент, они заподозрили, выписали направление, тут же через интернет, не надо никуда ездить, а записали в онкодиспансер на определённую дату, на определённое время. Всё. То есть всё максимально сделано для того, чтобы раньше, может быть, пришлось бы приезжать или ещё что-то. Сейчас он просто приехал к назначенному времени, его обследовали, главное увидеть. Да, да, это главное. Ну что, на этом мы внуждены закончить нашу программу. Сегодня мы говорили про филактики онкологических заболеваний полустирта, а в гостях у нас были заведующие хирургическими отделениями Кировской областной стоматологической поликлиники Евгения Гончарова и Сергей Коршунов. Спасибо вам большое, что рассказали. Ждём вас вновь уже с положительными отчётами. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Возрастные ограничения упоминаемого фильма 18+.